В дни досрочного голосования режим работы участков с 10 до 14 часов и с 16 до 19. На прошедшей неделе их готовность оценили на заседании областной избирательной комиссии. Здесь все задействованы в подготовке службы. Каких-либо значимых недостатков зафиксировано не было. 27 числа состоялось очередное заседание областной избирательной комиссии. В дни был рассмотрен основной вопрос – это готовность участков для досрочного голосования, который начнется с 4 августа на следующей неделе. Были выслушаны доклады всех необходимых служб, которые занимаются проверкой участков, дают свои заключения – это МЧС, милиция и Белтелеком. Все доклады были неплохие, удовлетворили областную комиссию. Я могу заявить, что все участки 100% готовы для проведения досрочного голосования. Участок для голосования номер 16 в Гомеле находится в здании областного объединения профсоюзов. На стенде – программы всех кандидатов в президенты, на столике рядом, имеющие отношение к избирательной кампании, законодательные акты. Готовые кабинки для голосования. Сейчас здесь малолюдно, однако в день выборов появятся рабочие места для членов комиссии, которые будут регистрировать избирателей. В правом углу, который чуть подальше стенда находится, будет располагаться скорая помощь, в случае, если в этом будет необходимость. А за моей спиной в углу будут располагаться наблюдатели. Согласно решению ЦИК, на этапе досрочного голосования это будет три человека, и в день основных выборов – пять. Для каждого наблюдателя будет свое индивидуальное место, у него будет свой стол, стул. И в связи с эпидемиологической ситуацией будут находиться они друг от друга на расстоянии около полутора метров. Уже традиционно особое внимание создание условий для людей с ограниченными возможностями. Этот вопрос тоже на постоянном контроле членов областной и участковых комиссий. К сожалению, разместить все избирательные участки исключительно на первых этажах зданий получается не везде. Любой участок, находящийся на территории Гомельской области, будет обеспечен необходимым минимумом для предоставления любому граждану, в том числе с ограниченными способностями, для голосования. Где-то это постоянно установлены пантусы именно в здании, где-то это будет временно изготовлено и уже изготовлено, готово для принятия такой категории граждан, а где технически это невозможно, будет работа волонтера. В принципе, пример прошлые выборы, парламентские выборы, где обеспечены были все желающие приехать на участок, ну а кто не желает, голосование на дому в основной день. В агрогородке Коротковичи какой-то излишней политизированности в связи с предстоящими выборами нет. Люди заняты своими делами, благо в летний период их хватает. На полях сельскохозяйственного предприятия Агрокоротковичи продолжается уборка зерновых. Урожай в этом году хороший, теперь нужно убрать его без потерь. Впрочем, сделать небольшой перерыв здесь планируют практически все механизаторы и водители. Произойдет это в дни досрочного голосования или непосредственно 9 августа, значения не имеет. Уже традиционный участок для голосования в агрогородке находится в здании местного дома культуры. Пока он был открыт 2 часа в день, время для ознакомления со списками избирателей. В основной день выборов, как и везде, избирательный участок будет работать с 8 до 20.00. Причем уже сейчас в участковой комиссии проработали варианты подвоза людей из отдаленных и малочисленных деревень. Необходимый транспорт предоставят отдел образования и сельхозпредприятия. От хозяйства выделена техника, автобус организован на подвоз избирателей. Кто желает проголосовать на дому, выезжаем на дом. Все остальные подъезжают к нам на участок и голосуют на участке. Олег Сенчуров, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько. Новости недели.